Ну что ж, добро пожаловать в арт-кафе, господин Ветер, и снова здравствуйте. А в гостях у нас замечательный Марат Фахардинов, композитор, просто обаятельный человек и замечательный отец. Марат, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Ну что ж, вот я сказал, что ты замечательный отец, давай-ка мы эту тему, с этой темы сразу и начнем. Хорошо. Ну давайте так. К посвящению родителям, стихи Аркадия Рогатова. Уходят наши родители, уже и ни по одному. Не старые долгожители, в неведомую сторону, уходят без предупреждения. Порой, не успев и простить, снимаются с иждения, и нам их ненавистить. На лучшие с детства надеялись, работали, как весь народ, ждали, когда их по телеку поздравят под Новый год. А сколько прожили и видели застой, культы войну, уходят наши родители. С собой забирая страну. А с ними и даты, и праздники, далекой родни адреса, уходят, как прятки и классики. Учителей голоса, уходят и детство, и прошлое взамен, не прося ничего. Лишь память снесется порожнее, в ночи, как разбитый вагон. Себя утешая молитвою, под бременем грустных примет, Я вижу, как в дверь приоткрытую уходит из комнаты свет. Уходит по капле, по лучику, тревожа, пытая маня, Себе приглашая в попутчики кого-то, кто возле меня. Судьбу принимая наверх, путая даты и дни, Как тень в своих интерьерах, неслышно вздыхают они. И, взяв все лекарства и справки, по дням разложив все рубли, Присев ожидают отправки, они за пределы земли. Здорово. Ты просто открыл для меня этого поэта. Я, честно говоря, не знаком с моим творчеством. Спасибо, Марат, огромное. Спасибо. Вот, ты знаешь, ну, всегда же ты где-то там, на подкорочке, Вот, когда смотришь, слушаешь новых, и смотришь на новых исполнителей, да? Где-то как-то их сравниваешь, да? Вот кого бы ты, кого бы ты мог выделить из молодых исполнителей сейчас? Ты знаешь, много замечательных ребят есть. Кого бы я выделил? Ну, в первую очередь, конечно, Пашу. Вот. Ну, в этот перечень бы я бы с удовольствием поставил Гришу Донской. Ты знаешь, вот, бывая вот на всевозможных фестивалях... Ну, вот я бы выделил Никиту Дорофееву. Никита Дорофееву замечательный. Рома Филиппов. Вот, кстати, насчет молодых. Ты знаешь, удивительная история. Вот недалее, как неделю назад, я имел честь быть членом жюри на фестивале «Зимородок». И вот лауреатом в номинации «Композитор» стал человек, которому три годика. Я подошел к маме, говорю, Люба, а это как вообще? Человеку три года, автор музыки. А она, говорит, а очень просто. Папа пишет стихи. Я, говорит, эти стихи читаю ребенку. Вот. Она их запоминает и ходит, повторяет, повторяет какие-то. Потом она напевает их. Потом я, говорит, это записываю на диктофон, что она напевает. Потом беру гитарку и начинаю играть, и ребенок поет. Папа пишет стихи, соответственно, возрасту человека. Три годика ребенку, автор музыки. Да, да. Ну вот, кстати говоря, вот еще один фестиваль. Мы посвящали этому фестивалю «Зимородок» целую передачу. Я бывал на нем раз в три. Да, я знаю, да, я знаю. Вот. Достаточно интересный фестиваль, и достаточно интересная молодежь собирается. Вот. Но я хотел, знаешь, вот сейчас еще о чем поговорить. Ты человек, который, ну, в общем-то, иногда берешь, на первый взгляд, совершенно непопулярные темы. Тема Великой Отечественной войны. Да. Вот. И понятно, когда человек начинает исполнять, работать в этом направлении, исполнять эти стихи, он уже становится на путь, ну, подвига. Потому что сейчас, вот в этом, ну, таком либеральном пространстве, где, в общем-то, сброшены все идеалы, там, я не знаю, куда, ниже Плинтуса, вот, вдруг появляются люди, которые говорят, да при чем здесь бюсты, при чем здесь культы, при чем были люди, которые реально воевали. Которые совершали подвиг, да, то есть, зачем о них-то вытирать ноги, вот я о чем, да. Вот поэтому мне бы очень хотелось, чтобы ты сегодня исполнил на тему Великой Отечественной войны что-то. Ты знаешь, это, к сожалению, правда это становится, что как-то непопулярно. Вот стыдно об этом говорить, но эта тема непопулярна. Почему так бывает? Я не понимаю. Вот, почему-то... Ну, все вернется, естественно, все вернется, потому что, конечно, демонизирована и отечественная история, дальше некуда. Посмотришь отдельных журналистов, там, так это, ну, просто, если русский царь, то руки по локоть в крови, там, если русская государиня, то это обязательно, но разврат ниже, дальше некуда. То есть, это вот такая мода была в 90-е годы, вот у журналистов, у обличителей, и она как-то перешла, перешла, и уже зашли в совершенно запретную зону, то есть, вот в зону Великой Отечественной войны, я считаю, что нельзя уже вот сюда-то было, но тем не менее. Знаешь, есть, наверное, кому-то это надо. Я не знаю, кому это надо, хотя я о Великой Отечественной войне знаю, ну, как, что называется, из первых уст, из уст тех, кто воевал. Вот, причем воевали они за правду, как говорят, за правду воевали, вот, и все, что сейчас пишется, а потом сейчас вот даже вот, знаешь, те фильмы, которые снимаются о войне, ну, как-то вот, ну, не всему я верю. Ну, глянцевые уже, они уже, да, да. Ну, четвертый год войны, у него подворотнички там беленькие, лицо жилетом, пардон, бритое, ну, так не бывает, так не бывало, вот, ну, я даже не был в войне. Я вот тоже смотрю фотографии своего деда, а у меня дед воевал в разведке на Финской, и потом, а, это была очень страшная война, и финны первое время за счет вот егерского корпуса выбивали очень много, пока туда не перебросили архангельских охотников. То есть, в ответ, да, был сформирован наш такой егерский корпус, но потом дед уже воевал на Ленинградском фронте, тоже в разведке. Ну, помимо того, что языков оттуда таскали, они еще залезали в тыл к немцам и штык-ножами вырезали немецкие пулеметные гнезда перед атакой, потому что о блиндаже немецкие невозможно было накрыть ни из пушек, ни из самолетов, вот. И дед мой погиб, а вот его родной брат выжил, и он мне очень много рассказывал. И действительно, никто не обращал внимания, был там Сталин, или был Иван Грозный. Воевали, потому что так надо, потому что... Потому что Родина в опасности. Да, да, потому что ты мужчина, и ты должен воевать, потому что пришел чужой человек наводить здесь порядок. Да. Вот. Марат, спой, пожалуйста. Да. С удовольствием спою песню на тему, вечную тему. Ранним утром на рассвете началось. Все крутилось, и вертелось, и рвалось. Ничего народ со сна не разберет, Кто назад бежит, а кто наоборот. И поперла эта сволочь немчура Прекрасного июньского утра. И давай Россию матушку давить, И попробуй их пойти остановить. Их на совесть, их на горло не возьмешь. Красноречием назад не повернешь. Только пуля, только штык или приклад. А для этой цели надобен солдат. А солдатам не рождается никто, А солдатами становятся потом. Когда некуда уж пятиться назад, Когда смертью ты глядишь глаза в глаза. А солдата дома тоже кто-то ждет. А солдат возьмет с войны и не придет. У солдата на войне короткий век, А солдат, он в общем тоже человек. А и солдаты, оторвавшиеся от земли, В штыковую рукопашиною пошли. Немчуре кричали «Матерь вашу так!» И ложились кто над ЗОТ, а кто под танк. До Берлина наше горе пролегло, Наших сорок миллионов полегло. Это ж надо, чтобы нам с тобою жить, Наших сорок миллионов положить. Это ж надо, рассудок потерять, Чтоб солдатским телом землю удобрять. Мы вовек должны такого не забыть, Их живых и мертвых помнить и любить. Ну, вот я у тебя спросил в начале еще передачи, Как так получилось, что стал Паша музыкантом, да? А я у тебя ни разу не спросил, А как ты пришел к музыке? Ты по профессии музыкант или у тебя другая? Нет, по профессии нет. Дело в том, что... В смысле, по диплому я теперь буду так говорить. Нет, по диплому я совершенно не музыкант. Я работаю в заводе. Мы делаем топливо для атомных станций. Будем говорить так. Больше ничего об этом не буду говорить. Вот. А на самом деле, как было, То есть где-то лет, наверное, класса седьмого, шестого Я первый раз взял в руки гитару. Какие-то там аккордики стал брать. Потом как-то позвали меня на танцах играл. А, ну то есть это не с туристических походов? Нет, нет, нет. Это уже было потом. Я вообще к авторской песне пришел... Ну, я знал до армии, там, до 77-го года. Я знал, я боготворил. Высоцкого, там, Галича, Акуджаву, Висбора к своему студу я еще не знал тогда. То есть Галича знал, а Висбора нет? Да, да, да. Интересно, да? Да, да, да. Перв раз такое слышал. Мне это было интересно, мне это нравилось, но ребята, с кем я играл, им было много, ну, Высоцкий еще. Я, кстати, был на... Три раза, трижды видел Высоцкого... Живьем. Живьем, да. Один раз даже какой-то переулок был перекрыт, он стоял на балконе второго этажа и пел три с половиной часа, и вот я все ближе, ближе, ближе. Это первый раз сам был. Я подошел, и вот он вот. Надо мной стоит Бог. То есть вот такое даже было? Да, без микрофона, без ничего. То есть... Оградили... То есть перегородили какой-то переулок, я не помню. Чего себе. Да. И вот я стоял вот под балконом второго этажа, народу было колоссальное количество. И вот он стоял, периодически менял ногу, то правую, то левую ногу, ставя ее на табуретку. Стоял просто, пел вот в переулок, там толпа такая. И вот он три с половиной часа, периодически так он подходил там, Андрюшенька, что-то у меня в горло пересохло. А какой-то мужчина, молодой парень, выносил стакан чая или там что-то там было, он хлебнет, и вот три с половиной часа он живьем. Вот это вот я видел, да. А вот что касаемо Высоцкого, Галичи у меня была запись. Я был в шоке. Я-то, в общем-то, был воспитан вот таких комсомольских, комсомольской направленности. И когда я слышал Галичи, для меня это было... После того, как я понял, слушая Галичи Высоцкого, я однажды для себя понял, что этих ребят петь нельзя. Мне, на всяком случае. Когда другие поют, я по-разному отношусь. Вот. А вот... Мне, кстати говоря, нравится очень женское исполнение Высоцкого. Вот, да, такой парадокс. Мне кажется, что женщина, как ни странно, поет его точнее, чем... Потому что мужчина начинает как-то копировать. Наверное. Ну, ладно, мы сейчас не будем в детали уходить там в исполнение Высоцкого и Галича. Лучше продолжим и тебе. Ну и дальше. Как дальше развивалась твоя биография? В армии так вот случилось так, что я служил в ракетных войсках в стратегическом назначении. Был у нас ансамбль такой. Вечерами мы собирались, играли. Хорошая бригада у нас была такая. А после армии как-то так получилось... Пришел в авторскую песню. Он говорит так, клуб тогда образовывался. Ключ теперь я знаю. Ключ, да, ключ. Во-первых, мне очень понравились ребята, которые там... Это уже 80-е, наверное. Да, это 86-й год. Мы с тобой практически в одно время. В 87-м... В 85-м они организовали городской конкурс. Вот, в 86-м. И вот с этого времени вот мы... Сейчас мы поем шестером, то есть на голоса раскладываем. Гитарное, конечно, владение у нас, мягко говоря, хромает, но голосами мы стараемся в общем-то как-то приумножить, приукрасить. Поем в основном классику. А вообще... Ну, нравится мне, что тогда... Ну, в 80-е годы, конечно, это был такой воздух сумасшедший. Он был пьянящий. Воздух любви. То есть вот я помню, тогда пришел в Смоленский клуб. Ну, я не буду... Конечно, везде в семье не без уродок. Кто-то и был, и там, так сказать, вываливался из этой... Кто-то с какими-то извращенными амбициями приходит. Это понятно. Это нормально вообще. Но в принципе воздух был очень здоровый. Он был очень позитивный. И все как-то... Как-то были все вместе. То есть это была какая-то любовь. Совершенно... Я помню, вот это нечеловеческое. Да, да, да. Мы не могли расстаться там. У меня даже есть такие строчки, что... Как же там... Что-то там... Мы спали в парках на скамейках, чтобы друг друга с утра не искать. Ну, вот такая... Да, 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 да. Вот. Это, конечно, был, да, сумасшедший воздух. А потом немножечко такой... Пришла эпоха 90-х. Пришла эпоха реализации амбиции. Появилось слово творческая карьера. Да. Появилось... Появились различные... Не будем говорить о моем... Бизнес-проекты, связанные с авторской песней. И вот с этого момента, вот лично для меня, началось вот... Именно затухание с точки зрения вот человеческих отношений. Вот. Нет, ну понятно, что кому надо, те сохранили. Я говорю в целом. Потому что вот молодежь, которая сейчас приходит, у них все равно не то. Но не тот воздух, тот микроклимат. Ну, конечно, всему свое время, наверное. Знаешь, Леш, мы тогда умели радоваться друг за друга. Если кто-то становился... Мы же в конкурсы, все лезли всегда в конкурсы. Да, да, да. Еще и поддерживали друг друга. Да, да. Поддерживали там. Никто струны не подпиливал. Кто-то там становится лауреатом. Ура! Я так рад за него. Когда я становился лауреатом, там, сколько... Вот. За меня радовались, там, я за людей радовался. Это было нормально. Потом эти слеты... Сейчас фестиваль, а тогда это были слеты, там, обрубание хвостов, там, приезд, там, такими окольными путями на фестивали, на слеты приезжали. Тогда это было очень интересно. Марат, у нас осталось две минуты. Давай потратим эти две минуты на песню. С удовольствием. Я сейчас пою песню на стихи моего друга Любовь Сердечная. Написала это стихотворение. Любовь Сердечная это не псевдоним, это по паспорту. Любовь Сердечная. Она, кстати, живет сейчас в Смоленске. Вези меня, ледянка, в детство, где мне совсем не больно падать, где чур от всех напасть и средства, где каждая снежинка в радость, где папа молодой и сильный, где плакать хочется без мамы, где лес и розовый, и синий. Дед Мороз такой румяный, где ничего вкусней сосульки, где сам себе игрушки клеишь, где кашка манная в кастрюлике, а апельсин, когда болеешь. Где горькая микстура в ложке, где с пенкой молоко в стакане, где в плед завернутая кошка, тетя Валя на экране, где счастье, если мама дома, где горе, если спать ложиться, и ничего ценней альбома, и ничего страшнее мыться. Где мандарины пахнут елкой, где под столами новоселье, где нос кусает шарфик колки, а угол плата за веселье. Та-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Где примерзают губы к самкам, и где еще не стыдно плакать, вези меня вперед, ледянка, ты знаешь, а я умею падать. Там папа молодой и сильный, И хочется без мамы плакать. Вези меня вперед, ледянка, Я научился падать. Марат Вхагардинов, Марат, спасибо огромное, что выбрался. Надеемся, тебя еще не раз увидеть в арт-кафе, господин Ветер. Спасибо. Ну что ж, пора прощаться, дорогие телезрители. До новых встреч. До новых встреч.